В эти минуты в Москве начинается пресс-конференция главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Проводят он ее в преддверии игры третьего раунда группового этапа Лиги Чемпионов. Напомню, армейцы встретятся с Монако 18 октября в Москве. Давайте прямо сейчас послушаем, какие слова говорит Слуцкий. Мы вас увидим в завтрашней встрече. Я пришел на пресс-конференцию, потому что мне сказали, что я должен быть на пресс-конференции. Я думаю, что это вообще никак не связано. Иван? Так, вопрос был, как если донор-девы был в пресс-конференцию, то это означает, что он будет в октябре в октябре. Он говорит, что матч был, потому что он будет пригласить. Но мысль хорошая была. Это была хорошая идея. Еще, пожалуйста, вопрос. Иван? Иван? Павел Гуревич, агентство ТАСС. Алексей, сегодня стало известно, что у Монако не приедет главная звезда, Радамель Фалькао. Значит ли это, что защите команды будет немножечко проще? Спасибо. Так, это Радамель Фалькао, который не приходит. Это старт своей экипы. Может, это будет легче, чем сегодня? Ну, я думаю, что такая команда, как Монако, обладает хорошим подбором игроков. Я думаю, что для них это однозначно не катастрофическая потеря. Поэтому, в любом случае, завтра обороне нашего клуба будет тяжело. В принципе, даже если он не будет играть. Даже если Фалькао не будет играть demain, Монако – это экипы простой. Так что это будет достаточно тяжело играть demain в défense. Еще вопросы? Коллективе нет вопросов? Тогда будет вопрос к УФА, зачем мы проводим пресс-конференцию. Пожалуйста, вторая часть нашей пресс-конференции. Вопросы, Леониду Викторовичу. Леониду Викторовичу. Леонид Викторовичу, у нас самые насущные вопросы по поводу травмированных игроков, тех, кто не играл в матч последнего тура, в частности, Игорь Акинфеев, Алан Загоев. Леонид Викторовичу. Завтра будет он с командой, как-то на стадионе переживать. Я думаю, этот вопрос лучше адресовать Роману о его моральном состоянии. И еще, если позволите, тогда такой вопрос, может быть несколько необычный завтрашний матч будет обслуживать шведская бригада арбитров. Наверняка они хорошо знают манеру игры Понтуса Вернблума. Вы на это будете обращать внимание Понтуса, как-то, может быть, чтобы он более сдержанный, играл или наоборот, может быть? Это были арбитры суедовы, которые будут работать сегодня на матч. И вы будете обращать внимание Понтуса Вернблума к этому делу? Ну, вы сами ответили на свой же вопрос. То есть, шведское гражданство, может быть, даст ему плюсы и какие-то фалы будут пропускаться, а может быть, даст и минусы, учитывая, что арбитры его хорошо знают. Но, если говорить серьезно, я думаю, что это абсолютно никакого значения не имеет. Ну, что ж, вот такого мнения Леонид Слуцкий о завтрашней предстоящей игре. Конечно же, наличие Понтуса Вернблума ни в коей мере не должно позволить ему нарушать правила чаще, чем другим игрокам. Шведская бригада арбитров приезжает, но самое главное, что приезжает, в общем-то, Монако. И обыгрывать его нужно обязательно. Дело в том, что после двух первых встреч у армейцев лишь одно набранное очко. И эта игра может стать ключевой. Теперь к другим темам.